Улучшение школьного питания и повышение физической активности в стране. Вот основная тема конференции Всемирной организации здравоохранения. 85 специалистов со всей страны прибыли в Ульяновск в месте с нашими экспертами. Они изучат питание в детских садах, школах и университетах и при необходимости внесут свои коррективы. Представители Министерства здравоохранения федерального и регионального, ведущие российские и зарубежные эксперты в области питания и физической активности. Двухдневный семинар стал площадкой для обсуждения программ школьного питания и физической активности, способствующих укреплению здоровья, а также вопросов их внедрения в образовательные учреждения. Мы будем с вами вместе работать над этим, чтобы получить ваш опыт, чтобы понять через Министерство здравоохранения Российской Федерации, как Российская Федерация планирует дальше развивать систему здравоохранения, систему общественного здравоохранения. И этот вклад даже в обмен опытом между Российской Федерацией и всем другим странам будет, так скажем, и наша задача. С 2013-го Ульяновск участник проекта Европейского регионального бюро ВОЗ «Здоровые города, районы и поселки». Успехи в области школьного питания и активности у региона есть. В школах действуют центры здорового питания. Это столовые, кабинеты биологии и ОБЖ, а также методические кабинеты. Задача центров не только правильно накормить ребенка, но и привить ему правильное отношение к здоровому питанию. Оценить работу центров и продегустировать блюда ульяновских школьников смогли и представители Всемирной организации. Статистика, которой мы владеем, показывает, что заболеваемость наших детей болезнями желудочно-кишечного тракта, заболеванием эндокринной системы, я имею в виду ожирение, медленно, но неуклонно спадает. Приемы пищи в школах делятся не только по возрастным группам, но и по группам здоровья. Завтраки и обеды для учеников младшего класса, для старшеклассников – витаминный стол и шведский. В планах на ближайшее будущее – персонализированный. Мы будем готовить пищу в новом учебном году, пока есть пилот, а потом, надеюсь, выйдем и в полном объеме. Мы будем готовить пищу для школьников, каждому свою. И это будет такой своеобразный, так сказать, заказ, потому что мы знаем, что дети у нас берут пример с нас, и у каждого свои вкусовые качества, поэтому кто-то любит котлеты, но любит котлеты вот такие, а кто-то любит другие какие-то продукты питания. Участники семинара обменялись лучшими практиками, а специалисты Всемирной организации здравоохранения дали методологию и рекомендации региональному Минздраву. Екатерина Терещенко, Алексей Слипченко, репортер 73.